Село Бесен Букиардинского района Западно-Казахстанского области. До областного центра 550 км, до российского полигона 70. Но соседство с ракетным полигоном не ограничивается только взрывами от испытаний российского оружия. Местные жители связывают его с патологиями у людей и животных в этом краю. 34-летний Жарл Касын не разговаривает, не может самостоятельно есть и справлять естественные нужды. Его дед, 78-летний Магауя, связывает патологию в развитии внука с испытаниями на соседнем полигоне. Жарл Касын не разговаривает, не может самостоятельно есть и справляет, не может самостоятельно есть и справляет. Пособие по инвалидности, которое выплачивает государство Жарл Касыну Гумарову, 36 тысяч тенге. Денег едва хватает на лекарства, еду и сменное белье. Одежду Жарл Касына нужно менять по 4-5 раз в день. Магауя добивается через суд право на сиделку для внука. Это дало бы семье дополнительные 18 тысяч. Но по закону для получения этой привилегии Жарл Касын должен быть прикован к инвалидной коляске или к постели, либо быть слепым. Два года назад у 10-летнего Уармбасара Мухитова из села Ханорда начались проблемы с правой ногой. Врачи констатировали редкое заболевание – хрупкость кости. Из-за перелома нога перестала расти. Мальчику родители сказали, что это следствие ошибки врачей. 37-летний отец Уармбасара Нурлубек Ахметов предполагает, что проблемы со здоровьем сына возникли из-за воздействия военных испытаний. В этом году Россия запланировала испытать на полигоне Капустин-Яр, который также занимает земли в Атраусской и Западно-Казахстанской областях, свыше 80 образцов вооружения. Магауя Гумаров из Бесена говорит, что взрывы на полигоне в поселке слышат до сих пор. Село Шунай arbetsларика Микостров Село Шунай находится в 30 километрах от райцентра Сайхин и ровно на таком же расстоянии от границы с Астраханской области России. Военная техника в селе – дело привычное. Детали советских военных ракет можно встретить и в быту. В марте прошлого года в нескольких сотнях метрах от населенного пункта упала российская ракета. Ракета упала в 200 метрах от сельского кладбища. Власти постарались не поднимать шум вокруг инцидента. Ракету назвали «метеорологической». Уголовное дело за отсутствием состава преступления закрыли. Местные до сих пор задаются вопросом, почему ракета падает им почти во двор. Две несовершеннолетние дочери Хайриддена – инвалиды с детства – получают пособие, как пострадавшие от воздействия и испытаний на полигонах. Они отказались общаться на камеру, так же, как и 31-летняя дочь местного жителя Булаткали Ихсанова. Сам 64-летний Булаткали – инвалид третьей группы из-за проблем с органами дыхания. Говорит, что при взрывах с соседнего полигона дрожит земля и дребезжат окна в доме. Ракет находился, как «опорской», где люди находятся в семье. Жители Шуная, где осталось чуть больше 200 человек, кажется, больше волнует не соседство с полигоном, а отсутствие в селе питьевой воды. Воду сюда привозят цистернами с райцентра. Одна цистерна, которую хватает в среднем на неделю для семьи из двух человек, стоит тысячу тинге. Это около пяти долларов. Тлипперген Капезов, которого считает Шуная неформальным главой села, говорит, питьевая вода – проблема номер один. Газ здесь уже не ждут. Молодежь давно уехала в город, а оставшиеся сельчане живут только на пенсии и подрабатывают на железной дороге. В небольшом селе Штирек осталось несколько десятков домов. Сельчане жалуются на интенсивное опустынивание пастбищ и отсутствие дождей. Некоторые связывают изменения климатических условий с соседством с полигоном, находящимся в нескольких десятках километров. Сельчане жалуются на пенсии. Чарльз Койшубаев, глава местного отделения экологической организации «Нарын», перед интервью тщательно консультируется с районным акиматом. Возглавляемая им организация после развала СССР добилась социальных выплат для пострадавших от испытаний и признания, что полигоны негативно влияют на здоровье местного населения. Солы республикал бюджет кетсет. Сол Ахшана, мы коктим билдер сырабжен, что на ауданных бюджетке, аудан Акимын, жанга, карамяна берсе, он аудан тургумдарный алюметрик жагдайн жагсартуга көмегу боларе. Ханурда – уникальное историческое село. Здесь была ставка казахского хана Жангира. Но из-за бездорожья во всем сельском округе туристы сюда почти не добираются. Я стою на месте бывшего полигона. Местные называют его СОР. На сотни километров вокруг сплошной солончак и ни одного живого организма. В советское время здесь проводили десятки различных ядерных испытаний. Это лишь малая часть бывшего полигона Капустиньяр. Раньше он был усеян обломками ракет. Местные жители сдали их на металлолом. СОР сейчас усеян костями домашних животных и морем погибшей саранчи. В советские годы на полигоне проводились испытания ядерного оружия. По данным местного Акима Мирамбека Аккалиева, в сельском округе с населением в 3000 человек, зарегистрировано 75 инвалидов, которые получают социальные выплаты, как пострадавшие от воздействия военно-испытательных полигонов. 10 из них – дети и подростки до 18 лет. Аким отрицает, что их инвалидность связана с соседством с полигонами. Местные дети и наши взаимные взаимызсты. 1 скидем Альматы пришел в Альматы, инвалидность, экологи, тачки-тачки. Которые зашли в море и в море, Cuторые. Это не бывает. косметичные радиации. Противоречивость ситуации в том, что власти выплачивают инвалидам дополнительные 4000 тенге к пособию по инвалидности, как пострадавшим от воздействия полигонов, но при этом официальная медицина не связывает инвалидность с влиянием полигонов. Адильгирей Габбас, главный врач Букиардинской районной больницы, отказался что-либо комментировать о затыку. По данным заместителя районного Акима Лариса Каиргалиевы, в районе с населением 17 тысяч человек зарегистрировано около 150 инвалидов с рожденными патологиями. Однако выводы двухлетних исследований Республиканской комиссии по оценке воздействия бывших и действующих полигонов на местную экологию и население весьма оптимистичны. По данным доступным казахстанской российской прессе, ежегодно Москва платит Астане 23,5 миллиона долларов за аренду земель для военных полигонов на территории Казахстана. В аренде у России находится около 10 миллионов гектаров казахских земель, выделенных под полигоны. Гумаровы почти свыклись с соседством с полигонами и тем не менее в надежде на помощь просят власти обратить внимание на тяжелое социальное положение сельчан. Казахстан Казахстан